Всем привет, мои дорогие подписчики, мои комрадосы, мучачесы, девчатосы. Еще одно очень интересное интервью Такера Карлсона по поводу пакета, который одобрил Сенат Украины, и что Такер и консервативно настроенные американцы думают про это. Хочу вам заранее сказать, что они думают о ничего хорошего. Наблюдаем. В субботу Палата представителей, законодательный орган, который пишет законы для нашей страны банкрота, одобрила выделение 95 миллиардов долларов из американских налоговых долларов на иностранную помощь Израилю, Украине и Тайваню. Кстати, Тайвань, между прочим, является одной из самых богатых стран в мире. Этот пакет, этот пакет расходов был принят подавляющим большинством в соотношении 316 к 94. Так что давайте немного сузим его. Это были бы 61 миллиард долларов, которые пошли на Украину. На данный момент Конгресс выделил украинскому правительству почти 174 миллиарда долларов на боеприпасы и так называемую помощь. Затем добавьте еще 60 миллиардов долларов, которые Джо Байден дал Зеленскому. И общая сумма составит более 230 миллиардов долларов. И это только те деньги, которые были публично выделены и за которые мы можем отчитаться. Есть гораздо больше, чем это. Так что давайте посмотрим на то, что находится в пакете, который только что был принят в субботу. На то, что обанкротившаяся страна отправила по всему миру украинскому правительству. Есть 14 миллиардов долларов на покупку оружия. Есть 15 миллиардов долларов на военную подготовку и обмен разведанными, так как разведывательные агентства США управляют украинскими разведывательными агентствами. Даже несмотря на то, что они убивают людей. Затем есть 8 миллиардов долларов для украинского правительства. Это пенсии для его бюрократов, 8 миллиардов долларов на пенсии. А еще есть 300 миллионов долларов на помощь Украине в обеспечении безопасности ее границы. Ничего для обеспечения нашей границы, 300 миллионов долларов на помощь Украине в обеспечении безопасности ее границы. Приоритеты совершенно ясны. Все это реально. Перед голосованием Нэнси Пелоси вышла на трибуну палаты представителей, чтобы потребовать, чтобы наши коллеги продолжали направлять деньги Зеленскому. Если вы проголосуете как-то иначе, вы каким-то образом будете за изнасилование. Смотри. Я надеюсь, что наши коллеги выберут демократию и порядочность, а не автократию и зло. Потому что я боюсь, что если вы выберете путинский путь, на ваших руках будет кровь. Кровь детей, кровь их матерей, изнасилованных на глазах у родителей, изнасилованных на глазах у своих детей. Да, проголосуйте за это, или на ваших руках будет кровь. И, кстати, это человек, который стал невероятно богатым, вы задаетесь вопросом, как во время службы в Конгрессе Соединенных Штатов. Но она не отправляет свои собственные деньги в Украину. Она отправляет ваши деньги в Украину. Наряду с этим Палата представителей приняла законодательство, которое позволит Байдену направить замороженные российские активы в специальный фонд для Украины. Там будет 8 миллиардов долларов, которые правительство США просто украло у российских граждан без суда и следствия. Ты нам не нравишься, мы это берем. Эти деньги в настоящее время находятся на банковских счетах в США. И можно не быть циничным в том, что все эти деньги отправляются в Украину, потому что нашему правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах. Так что суть здесь в том, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы делаем это от имени Украины. И почему мы это делаем? В Соединенных Штатах разворачивается несколько чрезвычайных ситуаций, в том числе экономическая и военная. Но вы не должны беспокоиться об этом, говорит конгрессмен Джерри Коннолли из Вирджинии, потому что на самом деле мы не отправляем деньги в другую страну. Украина — это Америка. Смотри. И сегодня мы не можем разочаровать тех, кто стремится к тому, что у нас есть, к свободе. Свобода самоопределения, свобода выбора своего суверенитета и своих союзников и своей формы правления. Некоторые говорят, что нам нужно сначала разобраться с нашей границей. Украинско-российская граница — это наша граница. Верно. Демократия, которая отменила выборы. Но после того, как голосование прошло подавляющим большинством голосов, члены Конгресса продемонстрировали, насколько тесно мы теперь связаны с Украиной. Размахивая флагами, приветствуя и демонстрируя флаги иностранного правительства внутри Конгресса. Посмотрите на это. О, они любят Украину. Но действительно ли они любят Украину? Спросите любого человека в этой комнате, сколько украинцев, сколько солдат, сколько мирных жителей, сколько украинцев погибло на войне, за которую вы платите. И ни один из них не сможет ответить на этот вопрос. Они не знают, сколько украинцев погибло. Они понятия не имеют, потому что им все равно. Вот насколько сильно они любят украинцев. Так что, может быть, на самом деле речь идет не об Украине. И если вам интересно, взгляните на твит, заявление, опубликованное человеком по имени Нейт Макмурей. Он демократ из Нью-Йорка, который сейчас баллотируется в Конгресс. И он написал это «Слава Украине! Умри, мага, умри! Ты проиграешь!» Другими словами, может быть, настоящий враг — это не российское правительство. Может быть, это ты. Но это не демократы сделали это возможным. Это сделал республиканский спикер Палаты представителей Майк Джонсон из Луизианы. И он протолкнул этот законопроект о расходах, он позволил ему пройти голосование, потому что он говорит, что он христианин. И его христианская вера требует этого, требует финансирования войны. После голосования Майк Джонсон был немного более конкретным о том, почему он это сделал. Смотри. Три наших основных противника — Россия, Иран и Китай — работают вместе, и они являются агрессорами по всему миру. И они представляют собой глобальную угрозу нашему процветанию и нашей безопасности. Их продвижение вперед угрожает свободному миру и требует американского лидерства. Если мы отвернемся прямо сейчас, последствия могут быть разрушительными. Так что сегодня днем Палата представителей приняла решение, и мы отправили его в Сенат, и оно будет передано в ближайшее время. Наше дополнительное законодательство о национальной безопасности. Я сказал это очень просто, я скажу это еще раз. Это старая военная поговорка, но мы скорее отправим пули в зону конфликта за границей, чем наших собственных мальчиков, наших солдат. И я думаю, что это важный момент, важная возможность принять это решение. Мы позволили Палате представителей сделать это. Я ожидаю, что Сенат примет такое же решение. Каждое слово — ложь. Конечно же, мы уже отправили войска. Прямо сейчас в Украине находятся американские солдаты, и еще больше их прибудет сегодня. Мы находимся в состоянии горячей войны с Россией, и они собираются рассказать вам об этом поэтапно, а не все сразу. Так где же Зеленский, пока все это происходит? Что же вас не должно удивлять, что он не на передовой? Он на американском телевидении, смеется вам в лицо. Вот он NBC сразу после голосования. Слушайте внимательно. Зеленский говорит, что американские налогоплательщики должны быть благодарны за отправку сотен миллиардов долларов из их обанкротившейся страны, которая в настоящее время подвергается вторжению в его страну, где эти деньги крадены. Это просто цена защиты демократии. Как долго американцы должны финансировать войну в Украине? Американцы не финансируют войну в Украине. Они в первую очередь защищают свободу и демократию по всей Европе. И Украина борется, и Украина посылает своих лучших сыновей и дочерей на передовую. И это снижает цену для всей Европы, для всей НАТО. Это снижает цену для всех, включая США. Так что мы финансируем свободу и демократию, когда отправляем сотни миллиардов долларов в Украину. Теперь, конечно, если бы мы защищали демократию, мы бы спросили мнение американского народа. И если бы большинство из них выступили против этого, мы бы этого не сделали, потому что это фундаментальный демократический принцип. Вы служите людям, вы правите, потому что это их страна, и они за это отвечают. Но, конечно же, это совсем не то, что происходит на самом деле. И это снова поднимает вопрос о том, если мы защищаем демократию на Украине, является ли Украина демократической страной? Страной, которая отменила свои президентские выборы? Что же, давайте посмотрим. На Украине прямо сейчас, этой ночью, христиане подвергаются преследованиям со стороны государства, за которое мы платим. За преступления, состоящие в том, что они принадлежат не к той религии, священников бросают в тюрьму. Церкви захватываются правительством. Ваши налоговые доллары, еще 60 миллиардов долларов, благодаря Майку Джонсону, финансируют все это. Так что очень трудно получить информацию о том, что на самом деле происходит на Украине. Потому что крупные средства массовой информации откровенно лгут об этом уже более двух лет. Но одним из самых надежных и честных голосов по этому вопросу является человек по имени Боб Амстердам. Немного предыстории Боба Амстердама. Он юрист. Он представляет украинскую православную церковь. Он не является украинским православным христианином. На самом деле он еврей. Думаю, что он, вероятно, довольно либеральный. Он не пророссийский. На самом деле ему запрещен въезд в Россию. Пару его друзей были убиты в России. Он действует не от имени российского правительства и даже не по соображениям веры, украинской православной церкви. Он является одним из редких американских юристов, которые по-прежнему верят, что даже в 2024 году права человека стоит защищать. Важно говорить правду. И он вернулся в прошлом месяце из Украины, и мы подумали, что стоит спросить его, на что это на самом деле похоже там. Для нас большая честь снова принять у себя Боба Амстердама. Боб, большое тебе спасибо за то, что ты пришел. Так что расскажи нам, я отойду в сторону и дам тебе возможность рассказать нам о том, что происходит в Украине прямо сейчас. Что же спасибо тебе, Такер. И чтобы быть откровенным, я поддержал этот законопроект, потому что именно прихожане нашей церкви находятся на передовой, и им нужна вся возможная помощь. Украинская православная церковь – это церковь, которая руководствуется Божьими словами и связанная ими. Это церковь, которой уже тысячи лет. И ее священники преданы учению Христа, и по сути полностью отделились от русской православной церкви в 2022 году после полномасштабного вторжения. И я хочу, чтобы было совершенно ясно, что в Украине есть исследования, которые показывают, что наша церковь такая же националистическая и патриотическая, как и новая государственная церковь, основанная пять лет назад. Однако элементы внутри правительства объявили войну УПЦ и безжалостно преследовали священников, клириков, прихожан. И я знал, что это был огромный риск – ехать в Украину после того, как я так решительно высказался против этого нападения. Но я должен был поехать, потому что я должен был убедиться, что учитывая количество денег, которые украинцы тратят на то, чтобы опорочить любого, кто противоречит их версии реальности, я должен был убедиться, что я своими глазами увидел, что происходит на местах. И после десяти дней, проведенных в Украине, я могу сказать вам, что там нет и намека на демократию. Страной управляет организация под названием СБУ, секретная полиция, которая даже сегодня сильно пронизана Россией. Члены парламента, с которыми я встречался, восемь человек, находятся под невероятным давлением со стороны секретной полиции. На самом деле, все они были опрошены и допрошены после того, как я уехал. Некоторые из них ранее уже подвергались допросам. Священники, с которыми я встречался, некоторые из них были избиты и допрошены в прошлом. И на самом деле, на следующий день после моей встречи с одним из них, в его доме был проведен обыск, и с ним обошлись так сурово, что у него случился сердечный приступ. За мной следили повсюду. Украина не только закрыла средства массовой информации, но и стала источником дезинформации. Они только что получили, ну на самом деле, они только что потратили 3,5 миллиона долларов в Вашингтоне на то, чтобы сказать американцам, что все, что они делают с украинской православной церковью, не происходит. И что на самом деле именно русские преследуют христиан, а не они. На что я отвечаю, что любые преследования христиан являются незаконными. Но именно Украина исповедует демократию и свободу. И именно Украина не имеет абсолютно никакого подобия верховенства закона, терроризирует свое собственное бизнес-сообщество, преследует богатых людей с целью экспроприации, особенно если они имеют какую-либо религиозную связь с нашей церковью. И именно Украина активно натравливает СБУ, секретную полицию на таких людей, как я, которые выступают от имени этой религии. И позвольте мне сказать вам, что с момента принятия законопроекта в Палате представителей, Украина перешла в режим полномасштабной войны против моей церкви. Они запускают масштабную пиар-компанию внутри страны и снова в Вашингтоне, нападая на церковь, нападая на меня, нападая на всех, кто связан с церковью. Потому что они не выносят, чтобы правда вышла наружу. Итак, что постыдного в нашем вы знаете американском поведении, так это то, что сказал Роберт Дестро, бывший заместитель госсекретаря по правам человека. А именно, что некоторые из этих нападок на церковь исходили из Вашингтона, что это было частично спланировано. Потому что Вашингтон видел нашу церковь, которая имела духовную связь с Россией, как каким-то образом представляющую угрозу. И я хочу подчеркнуть, что наша церковь является украинской. Многие мужчины на передовой являются членами нашей церкви, которые сидят там и день за днем наблюдают, как тайная полиция в масках смерти приходит и крадет их религиозные дома. Представьте, что они чувствуют, зная, что их родители и их семьи теряют свои места от правления культа. И если будет принят новый законопроект, законопроект 8371, они даже не смогут собираться для молитвы, потому что у них отнимут церкви. Но для них это может даже стать преступлением встретиться и помолиться. Эта неограниченная атака на эту историческую церковь является бессовестной, и я абсолютно убит горем из-за того, что американские христиане не присоединились к этой борьбе. Это позорно, и я высказал это непосредственно спикеру Палаты представителей, который говорит, что он христианин. Как вы можете оплачивать преследование христиан налоговыми долларами США? Известно ли вам о каких-либо и... И я просто хочу в третий раз заявить, что ни один из нас, кто сейчас говорит, не является ортодоксом. Я мало что знаю об этом. Так что это не значит, что я защищаю свою собственную церковь. Это не так. Но почему христианские лидеры, христианские законодатели в Соединенных Штатах не могут высказаться и сказать, что это просто неправильно? И мы не собираемся посылать деньги в другую страну, чтобы построить тиранию, как это сделали они и преследуют христиан. Ну, например, почему это так? Это тяжело. Вы знаете, это интересно. На самом деле я защищал эту церковь 40 лет назад в одном из моих первых дел, где мы боролись с КГБ, пытавшимся захватить церковь в Канаде. Так что я изучал православие на протяжении многих лет, и нет абсолютно никаких причин, по которым любой христианин любой конфессии вообще колебался бы. И на самом деле вам важно знать, что большинство православных конфессий признают нашу церковь, и они не признают эту государственную церковь. Государственная церковь в значительной степени патриотична, в значительной степени националистична. Наша церковь сосредоточена исключительно на Боге. Она сосредоточена исключительно на духовной сфере. Так ты сказал, что это законодательство проходит в субботу, а сегодня понедельник, и начинаются настоящие репрессии против церкви. Это звучит так, как будто между этими двумя фактами есть какая-то связь. Послушай, мы несколько недель работали над документом, о котором я собираюсь объявить в твоем шоу. Мы подаем документ в комиссию США по международной свободе вероисповедания. Он будет доступен всем в открытом доступе. Это длинный документ, в котором содержится призыв к правительству Соединенных Штатов признать Украину страной, вызывающий особую озабоченность из-за их нападений на свободу вероисповедания. Святой Синод Англиканской Церкви осудил Украину. Не только это, но и Организация Объединенных Наций постоянно осуждает Украину за их нападение на христиан. Так почему же Англиканская Церковь должна встать на защиту, а Американские Церкви и Евангелисты — нет, это снова вопрос неподдающейся логике. Так ты сказал, что был за законопроект, который прошел в субботу. Я рад, что ты это сказал. Конечно же, мы с тобой не согласны в этом вопросе, и я думаю, что это придает тебе больше доверия в этом разговоре. Но позвольте мне спросить вас о связи между секретной полицией, которая, по вашим словам, эффективно управляет Украиной в настоящее время, и разведывательными службами США. Мы знаем, что они убивали людей, многих людей, в том числе американцев. Они пытались убить американцев. Я могу сказать это с уверенностью. Могли ли они делать такие вещи без ведома правительства США? Нет, и как я уже сказал, есть аргумент, и я не хочу тратить время на обсуждение этого сегодня. Есть аргумент в пользу того, что правительство США в некотором роде стоит за нападением на христиан. Это сводится к некоторым решениям, которые были приняты в 2014 году об опасности Церкви. И позвольте мне быть предельно ясным, Путин использует Российскую Православную Церковь в своих интересах. В нашем случае такой инструментализации не происходит. Наши лидеры были очень конкретны и ясны по этому поводу. Они являются украинскими патриотами. Я был шокирован тем, что многие из них даже не говорят по-русски. Но самое важное, что нужно понять, это то, что мы являемся Церковью. Мы не являемся политическими игроками. Епископ Анифрий – это человек Божий. Наши лидеры – это люди Божьи, и они хотят заботиться только о своей пастве. И важно отметить, что наша Церковь – это Церковь, которая основала 70 приходов за пределами Украины, чтобы заботиться о беженцах. И человек, который основал эти приходы, сегодня находится под следствием, допросом и преследованием. Этот отец подвергается преследованиям за то, что он осмелился высказаться на встрече Совета Европейских Церквей и рассказать этому совету, в чем заключалась правда. И он был немедленно задержан. Он был немедленно подвергнут преследованиям со стороны тайной полиции. И ни одна западная газета не освещала мощь тайной полиции. И это ваша заслуга, что вы позволили нам рассказать о фактах, которые, похоже, никто на Западе не понимает. И очень немногие люди, которые не являются ярыми сторонниками демократии, на самом деле поехали в Украину. А еще опасно больше ездить в Украину. Я бы сказал, что для меня было бы гораздо опаснее поехать в Москву. И поэтому мне интересно, каково это быть там. Я имею в виду, что мы постоянно слышим, что это настоящий маяк свободы в регионе и во всем мире. Именно поэтому мы направляем им сотни миллиардов долларов. Чувствуете ли вы себя в свободной стране, когда бываете там? Нет. Я имею в виду, что вы разговариваете с человеком, который путешествовал по России, защищая противников Путина. Да. Что я и делаю до сих пор. Я до сих пор так считаю. Я знаю. Я защищаю оппонентов, даже несмотря на то, что мне запрещено это делать. Но с точностью да наоборот. За мной повсюду следили, говорили о дезинформации. Телевизионщики напали на меня после того, как я провел встречу с правительством, а затем показали по телевидению, что я представляю российского патриарха в противовес украинскому патриарху. А также, между прочим, сообщил, где находится мой отель. Так что нет, мне показалось, что это было настоящее запугивание. И вы знаете, что я регулярно представляю оппозиционные группы. Мне запрещено въезжать в семь стран за то, что я представляю оппозиционные группы и борюсь за права человека. И я скажу вам, что редко можно ощутить такой уровень угнетения и страха. И я никогда не видел парламентариев такими запуганными, как в Верховной Раде Украины. Так что все эти разговоры о демократии полны фарс. И как мы продолжаем это слушать, и как мы не пытаемся создать украинские институты. И почему наши бизнесмены говорят об инвестировании в Украину, не получая гарантий верховенства закона. В факте, нарушение на нарушение всего 9 из всего всего 55,000 электричества подъема могут результаты в кост-то-костах, планирующих миллионами в теку для области 18 месяцев. Террифи. У нас государство не было бы не успешно. Они ignore дире warnings от национальных секретных экспертов о нашей патриоте, патриотизм, 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 патриотизм и патриотизм. И кто suffers? Вы и ваша семьи. Imagine a blackout lasting months. Your life would be frozen in time right at the moment your power fails. An entire country plunged into darkness. Without a generator, your fridge, electric range, и микровава бы быть dead. All the food in your fridge and freezer spoiled. That's why many Americans are taking matters into their own hands and are securing their own solar-powered generator. Solar generators are a smart choice because they produce an endless supply of life-saving electricity when you need it most, and without gas, fumes, or noise. Our top recommendation in portable solar generators is the Pатриот Power Generator. This breakthrough solar generator is safe enough to use inside and never needs gas, ever. And you'll have peace of mind knowing that you and your family have a safe, reliable, and easy-to-use source of backup power to survive a blackout, storm, grid-down event, or worse. It's why the Pатриот Power Generator was recently featured on a popular news network. And then, boom, demand surged and four Pатриots sold out of generators. Then a massive ice storm hit the nation. The folks who were fortunate enough to claim their silent, fume-free solar generator were thanking their lucky stars. Because despite power outages, rolling blackouts, and bone-chilling temperatures, those who acted fast and got their Pатриot Solar Generator had peace of mind and could power critical devices like lights, space heaters, communications, critical medical devices, and even fridges and freezers. Sadly, those who didn't prepare were left to hope and pray the lights came back on soon. To see this breakthrough solar generator in action, click the link on the video right now. Your lifeline is the new and improved PATRIOT Power Generator 2000X. The PATRIOT Power Generator 2000X now has double the capacity, more power, and newly expandable than our previous best-selling model. It was designed to safely and dependably meet your power needs. And best of all, it harnesses the power of the sun to keep a state-of-the-art lithium-iron phosphate battery charged so it delivers life-saving power for free. Unlike other generators, you'll never run out of gas. You'll have a power supply that you can recharge endlessly. And its portability is a huge advancement over chunky gas generators or home-installed systems. You can take the Patriot Power Generator 2000X with you if you are forced out of your home. You'll have an ample supply of AC electricity available to power your fridge. You'll have a guarantee about rule of law. You're an American, I believe? Yeah, I'm an American. Как же это, я имею в виду, как же это заставляет вас чувствовать, что Государственный департамент США, администрация, Конгресс тоже. Но правительство США, по сути, берет верх над Украиной. Мы платим пенсии. Так вот, я имею в виду, что это высокий уровень контроля. И это то, что мы получаем. Мы получаем авторитарное государство, которое убивает людей, где законодатели боятся. Послушай, ты же знаешь, что я очень откровенен по этому поводу. Я тоже студент-историк. И ты знаешь, я продолжаю возвращаться к тому, что мы делали в 1950-х годах, а именно к тому, что мы решили поддерживать автократов, и пусть он сукин сын. Но это наш сукин сын. Да. Я думаю, я думаю, что проблема для нас в том, что я думал, что к настоящему времени мы бы уже поняли, что нам нужно инвестировать в институты. И ты знаешь, наше правительство забыло о концепции верховенства закона. Мы ввели санкции против всех и каждого, кто выглядит или пахнет по-русски, даже если они являются противниками Владимира Путина. Мы утратили чувство верховенства закона. И, кстати, мы ввели санкции против украинцев, чтобы они могли украсть свои активы, и чтобы они могли убедиться, что их политические оппоненты хранят молчание. Иначе они потеряют свои средства поддержки. Так оно и есть. На самом деле сейчас под судом находится человек по имени Шила. Он находится под судом на Украине по обвинению в масштабной коррупции, и никто не говорит о его связях с администрацией президента. Так что это продолжающееся хищничество, корпоративный рейтинг, рейтинг церквей, который первыми ввели украинцы, этот незаконный рейтинг церквей. Это то, чего я никогда раньше не видел. И если вы зайдете на наш веб-сайт, сохраните АУК, вы увидите сотни и сотни церквей и прихожан, плачущих и кричащих, и священников, которых избивают. И это наши союзники. Это люди, которых мы финансируем, на что у нас даже не хватает ума, чтобы иметь рычаги воздействия, чтобы сказать, знаете ли, не могли бы вы на некоторое время прекратить избивать христиан? И не могли бы вы, возможно, защитить меньшинство? Я имею в виду, что я не буду, я даже не могу начать рассказывать вам о количестве журналистов, которые сказали мне, что с ними все в порядке, что эти церкви были украдены, потому что, знаете ли, ваши ребята, сторонники России. Боже мой! Во-первых, это не так. Во-вторых, знаешь что? Даже если бы, не дай бог, там были такие люди, ты используешь суды и расследования и презумпцию невиновности. Ты не закрываешь тысячелетнюю церковь и не приговариваешь миллионы украинцев к лишению их молитвенных домов во время войны. И смотри, в свободной стране ты не наказываешь людей. Тебе не разрешается наказывать людей за их отношения. Ты наказываешь их за их действия. Так что, если они работают против украинского государства, я думаю, что украинское государство имеет право защитить себя от этого. Но если у них плохое отношение в свободной стране, ты ничего не можешь с этим поделать, потому что ты не можешь криминализировать человеческую совесть. Давай поговорим об отношении. Ты знаешь, Бог спас их. Из 60 священнослужителей, убитых в этой войне, половина принадлежала АУК. Единственный священник, который сегодня предстанет перед судом в Москве, это священник Ухкц, который помогал украинцам. Ничего из этого не упоминается. Ничего из этого не обсуждается. Почему? И давайте будем предельно ясны, мы имеем дело с политикой Тамани Холла. Мы не имеем дело со страхом перед русскими. Правительство Зеленского потеряло часть своей электоральной базы на Востоке, и теперь должно в основном апеллировать к Западу и более националистически настроенным элементам. Так что это своего рода матч-реванш. И они собираются снести эту церковь. Они будут рассматривать это как победу, снести эту церковь и победить детей Христа, потому что они думают, что это принесет им дополнительные голоса. Вот насколько это цинично. Это не имеет никакого отношения к российской угрозе, потому что если бы была реальная российская угроза, они представили бы доказательства. Они не в состоянии представить доказательства, поэтому они вводят санкции, которые они вводят абсолютно без причин и без доказательств. Я хочу спросить вас о том, куда идут эти деньги. Так вот, субботним вечером я случайно ужинал с некоторыми украинцами, родившимися в Украине, говорящими по-украински очень приятными людьми. И они собирали деньги в течение последних двух лет, чтобы отправить их войскам в Украину. И они курсируют между США и Украиной. И они сказали мне, что в полевых госпиталях на передовой в Украине нет бинтов, и что там нет предметов первой необходимости, рукавиц, кабур для пистолетов, которые они поставляли. И поэтому возникает вопрос, если вы получаете сотни миллиардов долларов на поддержку своих войск, почему у войск нет бинтов в полевых госпиталях? Ты знаешь, Такер, я скажу тебе, что я не изучал это глубоко, за исключением того, что у ряда моих клиентов были похищены их активы абсолютно без какой-либо законной причины. Кроме правительства, в котором есть люди, которые любят и жаждут их активов. Но я скажу тебе, что украинская коррупция до войны была на одном из самых высоких уровней известных человечеству. Так что меня бы не удивило ничего из того, что касается распределения средств после войны. На самом деле есть аудит ЕС, в котором на самом деле говорится о гротескном уровне коррупции и спекуляции на войне. И так, опять же, одна из вещей, о которых я хотел бы сказать в отношении любой помощи Украине, это то, что я надеюсь, что она будет контролироваться. Я надеюсь, что будут проводиться аудиты. Я надеюсь, что кто-то следит за тем, куда идут эти деньги, чтобы они шли на нужды войск. Я знаю, что они потратили 3,5 миллиона долларов, чтобы попытаться оправдать закрытие этих церквей и отвлечь внимание от этого. Недавно они использовали 3,5 миллиона баксов, которые должны были пойти на нужды войск, должны были пойти на защиту их родины. Они использовали это для ковровых бомбардировок Вашингтона и таких людей, как я, которые защищали церковь. Другими словами, ваши налоговые доллары используются для того, чтобы опорочить вас через грязные пиар-агентства и лоббистов в Вашингтоне. Это то, что ты хочешь сказать? О, абсолютно. И я имею в виду, что это происходит ежедневно. Но ты же знаешь, что они порочат меня, и это нормально. Но порочить церковь, порочить служителей Божьих, которым грозит арест. Некоторым журналистам украинской церкви грозит пожизненное заключение за то, что они сообщали правду о деятельности правительства по захвату церквей и заключению священников в тюрьму. Эти молодые люди, они сейчас в камере, в камере прямо сейчас, где есть 20 коек на 28 человек. Они этого не делают, им приходится менять свой режим сна. Их преступление состоит в том, что они сообщали о захватах церквей. То, что вы говорите, просто шокирует. Последний вопрос, где, черт возьми, находится государственный департамент, который, как предполагается, должен следить за соблюдением прав человека. Позвольте мне сказать вам, как я уже сказал, мы подаем это. Мы подаем это в ближайшие несколько дней. Мы надеемся, что государственный департамент проснется. Я, конечно же, встречался с ними. Я, конечно же, видел, что они, знаете ли, полностью поддались влиянию культа личности. У нас сложился своего рода культ личности в отношении руководства Украины. Я это заметил. И пришло время нашим репортерам проснуться и начать освещать дело Шайла, уровень коррупции, которая там происходит, и, очевидно, нападение на эту церковь. Боб Амстердам, ты храбрый человек. И я ценю то, что ты рассказал нам обо всем этом. Спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что пригласил меня. Свобода слова — это нечто большее, чем любое отношение. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...